Всем привет! Вы смотрите новости ММА. Братья, срочно нажмите лайк для охвата, чтобы поддержать вот этот мой канал. Все, кто сделал от души. А теперь к новостям. Друзья, кое-что интересное произошло. Дело в том, что UFC объявили, что в октябре проведут турнир в Убудабе. Теперь, в случае победы над Бернсом, турнир почти что точно, можно сказать, возглавит бой Хамзата Чимаева. Хорошо было бы, конечно, чтобы из-за бит Магомед Шарипа выступил в Убудабе. Многие меня спрашивают, вернется ли он. Пока что ничего не ясно. Как только будет информация, друзья, я вам обязательно об этом сообщу. Намечается мощнейший турнир в октябре. Сами посудите. Ислам, Анкалаев, Чимаев, Аскар. Эти парни наиболее близки к бою за титул. В том же Абу-Даби Ян может также провести защиту пояса. И вот намечаются вот такие бои. Хамзат Чимаев против Камара Усмана, Ислам Махачев против Чарльза Оливейры, Магомед Анкалаев против Иржи Прохаско, Аскар Аскаров против Фиги Реда. Как вам такие бои, друзья? Хабиб отреагировал на анонс турнира в Абу-Даби в октябре. Бой за титул для Ислама Махачева, написал он у себя в социальных сетях. Согласны ли вы с Хабибом, что Дана даст титульник Исламу или все-таки организует бой Ислама Махачева с Дарюшем? Как думаете? К слову сказать, Дана Уайт на днях сам сказал, что следующим соперником Махачева должен стать Бенейл Дарюш. Над этим поединком сейчас они работают. Есть еще один вариант, при котором команда Хабиба не будет ждать так долго, чтобы подраться за титулы в итоге. К октябрю Махачев уже будет иметь пояс, и следующим претендентом на этот пояс будет Дарюш. При таком раскладе Махачев будет как раз защищать пояс в октябре в Абу-Даби. Хочется услышать ваше мнение про турнир, вот этот мощный турнир в Абу-Даби. Напишите, поделитесь вашими мыслями в комментах. Макгрегор заявляет, что Камар Усман станет следующим его соперником. Понятно, что любой бой, в котором участвует Макгрегор, интересен. Его будет смотреть весь мир. Одни будут болеть за Конора, другие против, но равнодушных не останется. Скорее всего, Макгрегор не гонится быть лучшим. Его главная цель сейчас, и мы это видим, набрать денежных поединков, чтобы потом завязать уже полностью с выступлениями. И еще одно. Официально сейчас претендент это Леон Эдвардс. Как Конор собирается перескочить главного претендента? Это надо спрашивать у Даны Уайта. Неужели Дана изменит свое решение? Кто знает? Вот что говорит сам Конор. Давайте послушаем. Не думаю, что я снова вернусь в легкий вес. Я ем, качаюсь, тренируюсь и не урезаю калории. Сейчас я в своем естественном состоянии могу стать еще больше. Я нравлюсь себе в полусреднем весе. Я отлично выступал в 170 фунтах при правильной подготовке и полном тренировочном лагере в реванше с Диасом и поединке с Сироны. Вероятно, это были мои лучшие выступления в октагоне UFC, которые я провел, не испытывая дефицита в калориях. Друзья, возможно, это пиар. Возможно, Конор болтает. Зато, как видите, духом он не падает. Он делает то, что у него лучше всего получается. Раскручивает свою персону. В этом ему нет равных, согласитесь. Дальше слова Магрегора. Я считаю, что в следующем поединке должен драться с Камар Усманом. Это бой, на который я рассчитываю в настоящий момент. Я чувствую себя большим, сильным, здоровым и полным энергией. Возвращаюсь после ужасной травмы и не хочу себя истощать. В этом нет необходимости. Я буду чувствовать себя уверенно в бою против Усмана, этого неуклюжего борца с посредственным джебом и без сабмишинов. Что он будет делать? Где он опасен? Я не вижу в нем никакой опасности. Это были слова Конора Магрегора. Друзья, у меня к вам сразу вопрос. Ответьте прямо сейчас. Какой бой Усмана вам больше интересен? С Конором или с Леоном Эдвардсом? И как раз в тему новое обращение Хамзата Чимаева к Магрегору. Хамзат и Даррен Тил готовы помочь Конору вернуться в форму и ждут его в своем тренировочном лагере. Если ты хочешь вернуться, то мы готовы помочь тебе. Мы ждем тебя в нашем тренировочном лагере. Представьте, как эти парни будут кататься на машине под Мияги. Вспомните историю Биспинга, как он чуть не обделался, сидя в машине с Хамзатом и Тилом. Наверное, вы все в курсе. У них там, в общем, своя атмосфера. А теперь еще может прибавиться и Макгрегор. Хороший пиар-ход от команды Хамзата. Его уже снимает целая съемочная группа, которая прям ответственно подходит к контенту. На канале Чимаева в YouTube мы это прекрасно все видим. Если там будет еще и Конор, то пиар будет мощнейший. Вся аудитория Макгрегора перекочует смотреть его тренировки в зале Хамзата. Ну и не будем забывать слова Чимаева. Он уже давно хотел побить Макгрегора на тренировках и уже об этом говорил не раз в интервью. Теперь это уже реальность. Петр Ян разместил новый пост в своем твиттере. Отреагировал на высказывания Генри Сихуда. Ранее Ян предложил Генри находиться в его углу во время поединка с Лжамейным Стерлингом. Петр Ян говорит. У меня есть одно условие. Не пытайся лезть ко мне со своими дерьмовыми советами. Просто подноси воду и пакет со льдом между раундами. И тогда у нас все будет ровно. Сихуда на это ответил. Конечно, у меня есть для тебя вода, лед и полотенце. Хэштег команда Яна. В конце концов Сихуда предложил Яну взять в угол Хазбулу. Ну и Шлеменко высказался о возможном варианте, чтоб Хабиб секундировал Петра. Говорит. Хабиб может помочь любому. Он один из самых уважаемых бойцов. Наличие в углу такого стратега дает большую уверенность любому. Если получится, то это было бы неплохо для Пети. Напомню, друзья, что команде Петра не дали визы. И теперь он ищет по всему миру себе угловых. Друзья, для всех болельщиков очень важная информация. Перед вами файт-карт турнира UFC London. Волков против Спинелла. Турнир уже сегодня 19 марта. Начало в 20.00 по московскому времени. Главный карт стартует в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть. Самый интересный, самый главный вопрос. Внимание! Матч-боец начнет показывать в 20.30. Матч ТВ в 23.00. Не пропустите много интересных поединков, а мы движемся дальше. Вы, наверное, знаете, что YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели. Возможно, уже сегодня, друзья. Чтобы мы не потерялись, вы всегда сможете следить за нами в Телеграм. Рекомендую каждому прямо сейчас проверить наличие подписки. А наши ролики, переводы и озвучки и другой контент мы не собираемся прекращать и будем радовать вас и дальше в Телеграм-канале. Навсегда с вами Голос Мэмэй. Ссылка на мой Телеграм-канал будет в первом комментарии под этим роликом. Подписывайтесь, друзья. Встретимся там. И еще одна новость. Фрэнсис Нгану обратился к болельщикам. Сегодня операция на колене прошла очень хорошо. Реконструкция передней крестообразной связки и восстановление медиальной коллатеральной связки. Постскриптум. Мениск не поврежден. Спасибо доктору и всему персоналу за заботу обо мне. Время реабилитации, чтобы привести все в норму и вернуться в нужное русло. С уважением. Король. Теперь, дорогие зрители, Нгану предстоит длительное восстановление. Временный пояс скорее всего разыграют в бою с Типпи и Джон Джонс. Что вы думаете об этом бою? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Друзья, и срочно нажмите лайк для охвата, чтобы поддержать канал. И до новых роликов. Скоро увидимся. Пока.